Выздороветь после 70% ожогов. Девятилетняя Ксюша Куртова перенесла почти 20 операций по пересадке кожи. Девочку спасали вместе с киевскими врачами, одесские медики и волонтеры. Чтобы вытянуть малышку, буквально с того света люди собрали 130 тысяч гривен. Ребенка ждет длительная реабилитация. История одного чуда. Сюжет Ольги Голдовой. Девятилетнюю Ксюшу встречает в Одессе с шариками и плюшевым медведем. Для волонтеров, родственников и самой девочки этот приезд – настоящее событие. Как настроение? Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Беда в семью Мардер пришла накануне Пасхи. Бабушка Ксюши грела кипятильником воду в ведре. В это время взрослые были на улице. Девочка вместе с другими детьми смотрела мультики. Сама не понимая зачем, Ксюша подошла к раскаленной емкости. И дотронулась до ведра. В ведро железное. И она, получается, ее ударила током. И она дернула. Не могла отпустить руку. Дернула ее руку. И ведро вылилось все на ней. Мы побачили через векло пар. И просто все бегом залетели в комнату. К тому моменту девочка была уже без сознания. Ксюшу вынесли на улицу. Вызвали скорую. Пока медики ехали, по телефону диспетчер объясняла родителям, что делать. В областном ожоговом отделении на протяжении трех суток девочку стабилизировали и готовили к поездке в Киев. В столицу она отправилась из-за того, что в Одессе отделение было переполнено. А Ксюше необходимо длительное лечение. Трое суток врачи делали возможное и невозможное, чтобы ее привести в чувство, стабилизировать и дать ей возможность доехать до Киева, куда ее отправили, на дальнейшее лечение. Мы считаем, что если бы не врачи Одесского ожогово-областного отделения, вот здесь, которое у меня за спиной, она бы не доехала туда. Но они сделали удивительную вещь. 70-процентный ожог. Шансов выжить было немного. Киевские медики сделали около 20 операций по пересадке кожи. Почти два месяца реанимации, перевод в палату и вот уже поездка в Одессу. Чтобы вылечиться, Ксюше помогали всем миром. Добрые люди собрали 130 тысяч гривен. Девочка и родители благодарны всем, кто причастен к этому чуду и желают попавшим в такую же беду всего наилучшего. Они больше не попадали в такие ситуации, чтобы они всегда были счастливы. В родном селе Базарьянка Одесской области девочку ждут папа и братики. Она за ними очень соскучилась и мечтает о встрече. В ближайшее время Ксюше нельзя выходить на солнце, но зато врачи разрешили купаться в Лимане. А еще волонтеры отправят ее в санаторий. Так как родители официально нетрудоустроены, получить государственную путевку они не могут. Мы нашли человека, который отправит ее в санаторий. Вот сегодня я уже начала переговоры. На 24 дня мы отправим ее в санаторий «Авангард». Это лучший санаторий на Украине, который занимается ожоговыми, просто ожоговой реабилитацией. Потом ежедневно ей нужно заниматься. Ей нужно каждый день на ее объем, площадь ее кожи, тюбик одного крема, который стоит 350-400 гривен. И это как минимум три месяца. В областном ожоговом отделении маленькие пациенты есть всегда. Это и младенцы, и взрослые дети. Волонтеры ведут переговоры с сотрудниками Бостонской клиники и Николаевского центра. Там помогут с лечением и реабилитацией таких больных. 90% наших подопечных – это халатность родителей. И мы не знаем уже, где кричать и как кричать. Мы сейчас готовим, заканчиваем уже, готовим плакаты, готовим наклейки в маршрутках. Будем расклеивать плакаты по соцзащитам, по роддомам. Первая помощь, ведь самое ужасное, что она настолько тяжелая, эта болезнь ожоговая. При этом она очень простая в плане оказания первой помощи. Ну а мы напомним главные правила. Обожженную поверхность первым делом надо поместить под проточную воду. Можно из крана, при условии, если на коже нет повреждений. То есть пузырьки на ней целые, не лопнувшие. Лед и ледяную воду использовать нельзя. Зато можно охлаждающие гели. Они продаются во всех аптеках и желательно, конечно, чтобы в вашей домашней аптечке они тоже были. Нужно запомнить, что покрывать ожоговые поверхности термоизолирующими средствами нельзя ни в коем случае. К термоизолирующим средствам относятся все густые массы, а также масла. Поэтому обработка поверхностей густыми такими массами, как мед, например, или маслами нельзя, потому что это усугубит травматическое повреждение при ожоге. Ну а Ксюшу ждет реабилитация лет до 18. Девочка получит инвалидность. Ольга Голодова, Елена Ионова, Игорь Казанжи, Алексей Филиппов, Алексей Сорокин, Кристина Кондратьева, 7 канал.